Новая партия томится в печи. К завтрашнему дню приготовили около тысячи куличей. Елена Богдановна работает в приходской пекарне 11 лет. Говорит, всегда начинает выпечку хлеба с молитвы. На кухне даже есть своя, как ее прозвали в народе, хлебная икона. Копия списана с оригинала. По легенде, чудотворную икону Богородицы нашли в Соловках за печкой. Тогда в город впервые завезли зерно после страшного голода. Однако секрет вкусных куличей заключается не только в способе приготовления, но и в выборе ингредиентов. Натуральные продукты используем. Это обязательно молоко, яйца, масло, ну сахар, мука, мука высшего сорта. Никаких рыхлителей, никаких дополнительных там, ничего мы не добавляем. Это принципиально. Также и мастика у нас, сахарная пудра и белок. Все. Люди попастились, праздник, радость, разговляются. Едят что-то очень вкусное. Кулич – это традиция прежде всего. Пасха Христова – самый главный праздник православной веры. Основное действие начинается уже в субботу. С полудня до восьми часов вечера в храмах освящаются праздничные угощения. Также в Великую субботу совершается божественная литургия. По словам священнослужителей, Пасха – это не только праздничный стол, но и тщательная подготовка. Нужно потрудиться, потрудиться и заработать этот праздник. Легче всего съесть за столы освященные куличи, освященные яйца с праздником Христос Воскресе. Но это все внешне, это все обрядовая сторона. Внутренняя сторона должна прочувствоваться, и внутренней стороной этого праздника нужно жить. Каждый год перед праздником территорию храма стараются облагородить. Значимым для прихожан событием стало водружение иконы преподобного Серафима Саровского на фасад здания. До сегодняшнего дня лик святого был изображен на ткани. Теперь здесь располагается икона из натурального камня. Флорентийская мозаика – так называется техника. Десятки кусочков выпилены из цельных пород, таких как гранит, малахит и янтарь. Икону сделали мастера из Краснодара всего за один месяц. Остались последние штрихи. Теперь настоятели будут ждать анапчан в стенах храмов и готовятся к проведению божественной литургии и пасхальному крестному ходу. Никита Бойко, Ксения Осипко, Руслан Душевский, Анапа-Регион.